Всем привет, это Теш. Я продолжаю серию видео о своих арт-материалах, и это второй эпизод, в котором я покажу все свои цветные ручки, капиллярные, гелевые и даже шариковые, и фломастеры. Начну с гелевых ручек. У меня гелевые ручки хранятся вертикально, несмотря на то, что вроде как положено их хранить горизонтально. Вертикально хранятся они у меня вот в таком контейнере. Это контейнер для специй из фикс-прайса. И вот что получается, если гелевая ручка хранится в горизонтальном положении. Ее чернила распределяются по стержню, образуются воздушные пузыри, и потом ручка перестает писать. У меня есть две гелевые ручки с белой пастой. Одна Pintel, и вторая от самой известной и доступной фирмы Crown. Разницы в их письме я не замечаю никакой. Гелевые ручки мои любимые. Это Crown. Я ими рисовала, писала еще со школы. Всегда они меня устраивали своей яркостью и безотказностью. Когда работаем гелевыми ручками, единственный момент, это нужно помнить, что им необходимо предоставить время для высыхания чернил. Тоже от фирмы Crown. У меня есть гелевые ручки с блестками, которые еще называются Lurex. Мне они тоже очень нравятся. Ими я тоже пользуюсь в раскрасках антистресса. Серебряная ручка Lurex не так блестит, как цветные, но все равно на бумаге она отличается от просто ручки металлик серебряный. Получается, что все равно какая-то доля. Блесток в нее добавлено. На бумаге в раскраске. Удивительные животные от Exmo на плохой бумаге. Они ведут себя хорошо, не просвечивают. Я пользовалась этими ручками раскраски Затерянный океан. И тоже они у меня нигде не просвечивали. В принципе, я довольна гелевыми ручками. Они ведут себя хорошо. Они будут просвечивать только на какой-то очень тонкой бумаге. Единственное, это очень яркий материал. И не всегда хочется рисовать такие яркие картинки. Далее перехожу к капиллярным ручкам. Они же линеры, они же лайнеры. Начну с фирмы Стабило или Штабило. Линер имеет мягкий наконечник в стальном стержне, как очень-очень тонкий фломастер. Плюсы ручек Стабило в том, что они имеют нумерацию цвета и продаются по отдельности. Можно докупать необходимые цвета. Они между собой хорошо наслаиваются, но они просвечивают практически везде. Раскраски удивительные животные я раскрашиваю специально с наложениями цвета. Перекрываю один цвет другим. На бумаге плохого качества, если это бумага, то появляются катышки. В раскраске Затерянный океан я раскрашивала узор ручками Стабило, и они просвечивают на обороте. Те места, которые не просвечивают, раскрашивались ручками Штедвера. В раскраске Аниморфия бумага намного плотнее, но, оговорюсь, это не русское издательство, это издательство сербское, и там бумага плотнее. Ручки Стабило там не просвечивают. Интересный момент, связанный с ручками Стабило. Нашла у себя в закромах Родины старый рисунок 2003 года. Это рисунок углем, но контур оленя самого обведен ручкой черной Стабило. Посмотрите, как она просвечивает на обороте. Причем просвечивать она стала не сразу же, а по прошествии примерно года или двух. Также рисунок 2004 года на плотной мелованной бумаге, и все равно через пару лет он также проступил. В альбоме для рисования тоже бумага относительно плотная была. Самое подлое, что они просвечивать начинают не сразу при рисовании, а спустя год примерно, плюс-минус, раньше или позже. Поэтому какой будет эффект от раскрашивания ими раскрасок, сложно предугадать. Остается только подождать и посмотреть, что будет. Далее показываю ручки Штедлер. Это дорогие ручки. Они намного дороже, чем Стабило. Но хочу оговориться, мне кажется, они того стоят. Это очень крутой набор свитки. Здесь 48 цветов. На данный день здесь все цвета, которые представлены. Еще набор 42 цвета. И я заметила, что у них не совпадают цветовые обозначения на коробке. Сами ручки одинаковые. Пишут они одинаково. Но на коробке и на самой ручке. На корпусе ручки. В наборе 42 цвета имеются ошибки. Если смотреть на штрих-код, то видно, что ручки не просто изготовлены в Германии и тот и тот набор, но даже на одном заводе. Поэтому почему у них разница номенклатура, мне непонятно. Этими ручками я раскрашиваю в разных раскрасках. В том числе в волшебное путешествие по Европе. Раскрашивала ими хвою. И вот встречается проблема, когда нужно запомнить какое-то сочетание цветов. И ручки просто не соответствуют тем номерам, которые указаны на коробке. На самих ручках стоят непонятные обозначения 007, 07, C, плюс, плюс, C. Совершенно непонятно, что имеется в виду. В наборе свитки на самих ручках на корпусах цветовые обозначения соответствуют заявленным. То есть путаница с наименованием цветов только в наборе картонной коробки. В свитке все отлично, все идеально. Каждая ручка подписана, ее можно найти и докупить поштучно. Они тоже продаются поштучно. Далее показываю, чем отличается онлайнер или линер от роллера. У меня есть лайнер 0,3 мм, лайнер 0,8 мм от Штедлер и роллер 0,4 мм. То есть лайнер от роллера отличается только наконечниками. У роллера стержень оканчивается шариком. Дальше в качестве бонуса показываю просто ручки, которые я обожаю. Для письма это шариковые ручки, но чернила у них масляные. Они пишут безотказно, очень классно мне нравятся. И совсем недорогие. Если брать цветные ручки, то тут я встречаюсь с такой проблемой, что масляные чернила проступают на оборотную сторону спустя неделю, две недели после того, как ими напишешь. То же самое происходит у ручек Big Crystal. Далее перехожу к фломастерам. У меня есть наборы Джиота с блестками, набор 32 цвета, яркие цвета, бриллиантовые цвета Штедлер и Кахинор. Но набор Кахинор мне в итоге меньше всего нравится, потому что эти фломастеры и бумагу скатывают, и просвечивают практически на любой бумаге. В раскраске удивительные животные бумага плохого качества. На ней я демонстрирую, как фломастеры себя ведут на плохой бумаге. Если брать хорошую бумагу, то я ими рисую в раскраске зачарованный лес, когда я использую какую-то подложку, например, акварельные гелевые мелкие. Если я использовала и поверх них рисую фломастерами, тогда я беру Кахинор. Штедлер мне на эти цели жалко. Не хочу, чтобы у них крифель пачкался какими-то предыдущими сопутствующими материалами. Фломастеры Штедлер очень классные. Они наслаиваются ями рисовала в три цвета. И они не просвечивают на обратную сторону. Также есть у меня фломастер-кисть от Pentel черный. Его я покупала целенаправленно для закрашивания каких-то пространств с мелкими деталями, чтобы удобно было между мелкими деталями прокрашивать место. Кисть упругая и очень удобная, послушная. Показываю два набора фломастеров Giotto. Это итальянские фломастеры. Я покупала только фломастеры с блестками у них. Другие меня не интересовали. Эти фломастеры я тоже буду хранить опять в вертикальном состоянии. Они у меня хранились стоя. Потом я узнала, что фломастеры надо хранить лежа. Положила их. И вот на демонстрации выкраски видно, что пигмент у них утек в другую сторону. Они стали писать с пробелами. Такого быть не должно. Я их опять сохраню стоя. Два набора. Один просто турбоглиттер называется. Другой турбоглиттер пастель. То есть пастельные цвета. Сам фломастер никаких обозначений не имеет, что он пастельный. По цвету ориентироваться приходится. Подача блесток неравномерная. И сначала фломастер рисует очень обильно с блестками. То есть по цвету прямо сверху идет такой яркий слой. Металлический, блестящий. Но буквально порисовав минут пять, эти блестки все как будто бы заканчиваются. И фломастер рисует равномерно, ярко, красиво. Но блесток практически нет. Это видно на выкраске, которую я делала в самом начале, как только купила. В сравнении я показываю на сиреневом фломастере и на картинке с оленем. Тоже я показываю цветы. На теле оленя блестят, а в узоре цветы уже не блестят. И голубая ветка тоже внизу слева блестит. Все остальные голубые ветки не блестят. То есть там, где блестит, там я начинала раскрашивать этим фломастером. А потом блестки куда-то ушли. Дальше я пробовала эти фломастеры на плотной бумаге, в раскраске аниморфия. И несмотря на то, что бумага в ней плотная, все равно они протекают наоборот. Эти фломастеры везде протекают. И несмотря на то, что на коробке написано, что чернила у них на водной основе, полное ощущение, что это какие-то спиртовые чернила. Потому что протекают они везде и насквозь. Вариантов нет. Ими рисовать только на односторонних иллюстрациях можно. И показываю маркеры Металлик от Штедлер. Они продаются по одному и в наборе. Я сначала купила один зеленый, чтобы попробовать, как пишут. Мне понравился, и я купила целый набор. Сам эффект Металлика у них довольно спорный. Может быть, кому-то этого не хватит. А может, наоборот. Лично меня устраивает. Мне нравится. Я их покупала для заполнения фона в раскрасках. Иногда на некоторых иллюстрациях мне очень нравится, когда сзади такой равномерный металлик фон. Далее я покажу его в раскраске Аниморфия. Самый главный критерий при выборе этих маркеров для меня был, это чтобы они не просвечивали на обратную сторону. В качестве примера демонстрирую птичку Киви маркером Металлик Штедлер и птичку Киви фломастером с блестками, с глиттером Джотто. Джотто протекла насквозь. Штедлер нормально. Штедлер бумагу не испортил, даже такую тонкую и плохую. В раскраске Аниморфия на развороте с обезьянами я закрасила фон зеленым фломастером Металлик, только уголок оставила пока не покрытым, чтобы на видео было видно, как просвечивают Джотто. После съемки я закрашу этот уголок. Конечно, при покрытии маркерами Металлик все равно видны штрихи, неравномерно это все сияет, но, в принципе, мне этого хватает. В следующем эпизоде я планирую показать цветные карандаши, а за просмотр этого эпизода я вас благодарю. Хорошего вам настроения и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok